Неоднократно на интервью говорили, что наполовину Беларуси. Это правда. Больше того, мама белорусская, но у моих родителей уже нет в живых, ни мама, ни папы. Собственно, отец у меня был сыном военного, и, естественно, с дедушкой достаточно много ездил по стране, куда родина пошла. Так получилось, что оба они заканчивали Белорусский государственный университет. Мама исторический факультет, а папа юридический. Собственно, там мы познакомились, там мы поженились, в конце концов. Так что, если так говорить, я чуть больше, чем наполовину белорус. А при этом вы часто бываете? Нет, не очень. Есть кто-то знакомый? Нет, не очень. Последний раз я был там в 2010 году, то есть 3 года уже прошло, когда там был матч звезд КХЛ. Вот с той поры я там не был. Но это же не только желание какое-то, да? Просто жизнь такая, что я вот с родным братом могу полгода не видеться. Ну, вот такая жизнь часто, что ты поделаешь. Ваш комментаторский кругозор попадает в события, которые происходят в спорте в Беларуси, и какие именно? И насколько вы пристанно за ним следите? Комментаторский кругозор, на мой взгляд, очерчивается видами спорта, а не каким-то ареалом, не географией. Вот, собственно, все, что я могу ответить на этот вопрос. Поэтому я думаю, что это не совсем правильно. Слежу ли я за белорусским футболом? Нет, не слежу. Если я буду комментировать матч белорусской команды, допустим, в Еврокубке, я выйду на матч подготовленного, абсолютно точно. Слежу ли я за хоккейным чемпионатом? Есть ли он там в каком-то, так сказать, не слежу. Вот, но, допустим, играет Минская Динамо в континентальной хоккейной лиге, я назову вам состав ее, хотя, в принципе, я хоккей практически не работаю в последнее время, кроме молодежных чемпионатов, я назову его без запинки. Вот, ну, как это говорить, падает в кругозор или нет? До такой степени, чтобы я начал там сейчас умствовать на эту тему, конечно нет. У нас в этом году трагедия, Батте не попал в Лигу чемпионов, как мы рассчитывали на шестой год, да? И, насколько я понимаю, за все это время вы, ну, мне показалось, достаточно симпатии относились к этому клубу в нашем году. Ну, как к симпатии? Ну, а почему бы мне не относиться к симпатии к белорусскому клубу? Конечно, я всегда отношусь ко всем белорусским командам с симпатией. Не на уровне прям до боления, но считать это прям трагедией. Почему трагедия? Они уступили команде, которая, похоже, сейчас вот имеет на момент нашего разговора шикарные шансы вообще в группу. Отобраться, селтик побить, да? Да там не такая же простая команда. Вот, я не думаю, что надо волосы прямо рвать на голове. Ну, да, это неприятность, это большая неприятность. Но, допустим, сейчас вот мы сидим в Киеве, Киевская Динамо даже вообще в двойку не попала. Ну, вот это трагедия, я понимаю, для болельщиков команды. Ну, может, немножко я дистанцированно говорю, может, действительно для болельщиков Батте это трагедия. Но сейчас так происходит. Сейчас так происходит, я не буду говорить о недооценке. Обязательно. Но очень быстро, поиграв годик-другой, третий в Лиге Чемпионов, ты приходишь к заключению. Все это за Караганда. Раз мы ее не знаем, значит, ее и нет. Собственно говоря, сам Батте, по-первых, попадал на таких же условиях туда, в Лигу Чемпионов. И Зениту в Питере перца задавал. Я это все помню, я тоже оттуда работал. Тоже было. Ну, что ж, у каждой медали две стороны. Нормально эта жизнь. Переседатель управления футбольного клуба Батте, Анатолий Капский, признался как-то в интервью, что считает вас лучшим комментатором. Да? Как вы относитесь к этим оценкам? Это приятно. И знакомые вы ли? Это приятно. Нет, мы не знакомые лично. Это приятно, но не больше того. Я признаться честно, вот, ну не то, что все равно. Это приятно, я врать не буду. Ну, в общем и целом, не гонюсь как-то вот за этим признанием. Потому что как только ты начинаешь этому придавать сверхбольшое значение, ты начинаешь ковыряться, смотреть, кто про тебя что сказал, там, тараля-ля. И от взвешенных оценок человек, который действительно, да, построил нормальный, абсолютно рабочий, очень неплохой клуб, ты в конце концов все равно съедешь туда, где тебя будут обсуждать и полоскать ежесекундно. То есть тут такой вопрос, тут нельзя быть немножко от этого зависимым. Либо ты зависим от этого на 100%, либо стараешься быть независимым вообще. Вот я иду, и стараюсь идти по второй дороге. Тем более, что когда-то, когда-то, еще в доинтернетовскую эпоху угадал гениально мой учитель Евгений Александрович Майоров, вот именно это мне и говорил.